Новая реставрация понадобилась, потому что в музей ритон попал в виде отдельных фрагментов, частично собранных, и была предпринята попытка воссоздать его форму при помощи проволочного каркаса. Попытка оказалась неудачной, потому что многие кусочки, которые висят буквально в воздухе, невозможно соединить проволочками так, чтобы не нарушить зрительное восприятие. И поскольку появились новые материалы, новые технологии, появился пластик, из которого можно отлить форму ритона, появилась лазерная сварка, позволяющая укрепить отдельные фрагменты, ну и решено было вернуться к этой вещи и сделать ее реставрацию. Характерная форма была непонятна с самого начала, потому что, ну если с протомой коня более-менее все ясно, то форма раструба, каков он в сечении, какова его высота, было неясно. Но есть ближайший типологический аналог, он находится в музее Ригуни в Ереване, мы туда съездили, сделали обмеры, поняли, что в основании, вернее в сечении лежит эллипс, а высота раструба у нас появилась в результате реставрационных работ, когда эти кусочки сложились, и формы раструба, вот эта, она выявилась уже в процессе работы. Изначально ритон представлял себя очень хрупкие кусочки, потому что после того, как серебро пролежит в земле не одну, практически две тысячи лет, то металл становится очень хрупким, он по своим свойствам напоминает яичную скорлупу, и с ним работать невозможно. И после того, как его извлекли из земли, то была проведена реструктуризация металла, то есть он приобрел какие-то свойства пластичные, то есть его просто нагрели до температуры свыше 700 градусов. И с ним уже можно было работать, частично его спаяли, после этого вот эти фрагменты были переданы в музей. И сейчас они в известной степени позволяют подгибать друг другу, подгонять эти фрагменты между собой друг к другу. Но при этом никуда не делись трещины, которые к тому времени возникли, и мы их проварили при помощи лазерной сварки так, чтобы... проварили изнутри так, чтобы не было введено, ну корневая часть шва наружу не выходила. Вот таким образом мы укрепили и соединили все уже на модели, на этой пластиковой. В музейной практике отсутствующие части вещей, как правило, не восстанавливаются, особенно если это в материале подлинника. Но на наш взгляд достаточно того, что форма восстановлена с помощью пластика, и это не мешает восприятию этого предмета. Ну, есть костяные ритоны, в музее есть керамические, но вот металлический серебряный только один.